приветствую друзья вы на канале веселый инженер меня зовут андрей и сегодня мы рассмотрим как изготовить вот такую вот двухвинцовую шестерню да как видите здесь два венца оба цилиндрические один косозубый один прямо зубы то есть какие могут быть проблемы то с изготовлением такой шестерни то есть прочитаем вот полностью до изготовления можно сказать что прочитаем чертеж но это не чертеж это как бы живая деталь поэтому я думаю что будет интересно итак давайте начнем что естественно в этой шестерне может вызвать определенные сложности но зубчатый венец не для кого сложности не вызывает если вы знаете как его изготавливать для начала конечно такие шестеренки изготавливаются из паковки да то есть паковка будет иметь там какой-то такой вот вид да то есть если сбоку если мы не посмотрим то то есть это будет такая обычная паковочка ничего сложного в этом не нет ну то есть обычная паковка приближенная к вашей самой детали может быть прошито отверстие да конечно разрезе доберем может быть прошито отверстие может быть не с не прошитым отверстием но предположим отверстие у нас нету значит первая операция вы сверлите вот это отверстие этот диаметр и делаете предварительно то есть вы предварительно просверлили да и оставили припуск под механическую обработку а именно под токарную далее что вы делаете далее берете протачиваете по контуру да то есть вот этот контур протачиваете вот это наверно отпаковки хотя может быть здесь еще какая-то дополнительная механическая обработка но видно вот здесь видно что наточилась обычно остается от покупки то есть это вы не трогаете протачиваете вот эту поверхность протачиваете вот эту поверхность ну это я показываю просто с одной стороны делаете торец и внутренний диаметр вот этот протачиваете оставляете припуск обязательно под шлифование под шлифование оставляете припуск внутреннего диаметра и как видите вот это вот поверхность до зуба она тоже у вас прошлифована почему немножко позже я вам скажу и так все про тащили сейчас вам надо изготовить зубчатый венец зубчатый венец ну здесь все понятно вы базируете если брать вот этот венец линдрический до прямозубы вы базируете на разжим на какой-то оправки да это может быть цинковая оправочка на разжимная может быть просто гладкая оправка и сверху какой-то такой вот блинчик да будет лежать тут будет выходить какой-то гайкой зажиматься да то есть резьбовая часть и поэтому диаметр вы естественно центрируете выставляете зажимаете деталь да то есть это какой-то прижим либо это идет на разжим внутри либо это сверху будет какой-то гидравлический прижим прижали все червячная фреза прощение подача подача либо наоборот и фрезеруете здесь фрезеровали как видите заусенец выйдет вылез вот сюда непонятно почему в этом варианте шестами заусенец не защищен видите какой он получился после термообработки ну хорошо отфрезеровали зачистили обязательно заусенец так вот нельзя допускать и вам нужно сейчас косой зуб делать что примечательно что фрезой такой суп вы не сделаете так как у вас выхода фрезы нету вы понимаете если фреза будет идти я наш вот фреза идет то есть уже вот в этом отрезке она будет вот это вот съедать как говорят вот эту часть зуба и просто на поломается либо это самое ну короче ничего у вас не получится по факту режется на будет еще вот это здесь а уже будет царапать вот эту поверхность то есть изготавливать такой конец цилиндрических косозубов венец надо на зубодолбежном станке естественно зубодолбежные станки должны быть определенные да то есть иметь какой-то либо поворотный стол и косозубые долбики есть есть различные варианты как изготовить такой венец но только долбить соответственно вы не должны забывать что вам необходимо вот здесь вот эту канавку канавку обязательно токарной обработки сделать то есть получается вот ваш зубчатый венец да вот такая деталька навычках и потом пошла вот этого часть уже ну то есть для того чтобы был выход долбика то есть это бельметра 45 до 7 оставляете такую вот канавочку для выхода долбика все продолбили дальше сделали вот этот вот паз вот либо протяжкой можно протянуть либо на строгальном станке сделать это не принципиально далее следует термообработка скорее всего это цементация или может быть азотирование после термообработки мы шлифуем зажимаем шлифуем от внутреннего диаметра можем до шлифуем наружный диаметр по зубчатому венцу так наружный диаметр прошлифовали и потом зажимаем 3 кулачковом патроне то есть до кулачки какие-то 1 кулачок 2 кулачок можно 4 кулачковый патрон и уже шлифуем до шлифовальным кругом шлифуем внутренний диаметр но потому что необходимо вам определенную центрирование иметь здесь зуб не шлифуется если бы нужно было отшлифовать учите венец то надо было бы зажать от этого внутреннего диаметра до этого внутреннего диаметра зажать деталь чтобы ее сцентрировать и отшлифовать можно было бы этот венец конечно вот этот вот зубчатыйARY 되는 скосозуба цилиндрический вы не отшлифуете потому что нету выхода для шлифовального круга и в принципе уже никак эту 6 не вам не доработать поэтому в принципе самое сложное в двух венцовых шестернях это изготовление второго венца то есть венца которые у вас блокируется наружу вторым венцом то есть нет выхода инструмента до порой и долбеку там особо нельзя работать сложнее если это будет второй венец а виде конических зубьев да то есть если это будут конические зубья то это еще сложнее то есть опять же тоже выхода инструмента нету такие стесненные сложные условия хотя такие шестерни есть они делаются вполне работаю такие шестеренки межмостовом дифференциале и есть варианты как эти шестерни можно изготавливать если остались вопросы если по чтению чертежа какие-то вопросы все пишите обязательно в комментариях делитесь с друзьями обязательно ведь его видео ставьте лайк косы и всем добра пока пока